и снова здравствуйте всем привет итак вопрос по ящикам значит так я не пойму где тут empty значит если скаченный этот файл я просто удалил ящики выбрал этот ящик и вставил ему кости все не понимаю не знаю не вижу так вот обычно вот так вот и сделал все начал вставлять вставил текстурки значит ставил кости и стал работать так по вопросу теперь если по файлу вот он есть файл допустим мы выбираем rig удаляем rig все ящик становится на место если у нас нет текстур мы заходим в файл значит empty date находим think messing находим наши вот эти текстурки и все разом они подключаются так что в принципе вопрос не понятен откуда взялась empty так надеюсь будет понятно по этому делу как с ящиками работать файл fbx загружаете и все вот пожалуйста берете делаете вставляете кости или уже работаете по-другому с этими деталями хотелось бы в этом ролике разобрать значит что вот такой вариант как можно сделать смотрим итак скачал я вот такие шестеренки типа steam панк наверно да ну давайте заставим их двигаться сначала первый вариант какой можно сделать по примитиву значит так выбираем наш вот этот трансформ выбираем наш этот значит нашу вот эту шестеренку и set origin геометрии привязываем все мы ее привязали она становится в центр если она в центр не становится тоже сейчас дело это рассмотрим и вытаскиваем timeline чуть-чуть тут подкрутим подтянем и первый вариант какой значит покрутим чуть-чуть и значит можно ставить ротация ну и на 50 файле кадре ставим перекрутим чуть-чуть и ставим и ротация смотрим что у нас получается все у нас крутится ставим 50 50 кадров все смотрим вот крутится быстро надо меньше оборотов делать но это не вопрос не проблема значит так это дело удаляем ставим на первый кадр дэвид наши вот эти все кадры и значит первое контролл зет просто ставим и ротация а на 50 ну сделаем полтора прокрута да или один прокрут и ротация ну вот у нас все крутится еще смысле быстро теперь делаем чуть-чуть поворот или контролл зет а ну-ка без поворота и ротация все крутится не будет нужно ее хотя бы чуть-чуть повертеть ну чуть-чуть повертим и так и ротация вот начинает она видите и сразу гаснет дело не есть хорошее заходим куда мы в граф дитр находим наш вот эти шкалы в английская вектор нажимаем смотрим модификатор добавляем генерация так тут чуть-чуть у нас значит идет перепад выключаем делаем а джи от с так пропало все контролл зет контролл зет значит так выбираем ось это значит у нас будет z вот это смотрим что у нас тут так вот эти вот можно все по закрывать оставить только ось z английская а так век и генерация ну пускай будет циклой вот постоянное кручение все нормально но мало кадров вы видите что идет перескок хотя бы кадров 100 нужно так теперь что можно сделать зайдем в таймлайн так таймлайн заходим покадровка у нас есть надо хотя бы кадров 200 ставить на это кручение но смотря сколько у вас будет там момент от этого значит как он называет действуя выбираем верхнюю вот эту шестеренку и значит поставим ей constrain копиротация и выберем нашу вот эту нижнюю штукенцу так чуть-чуть уменьшим так это значит пардонте x y z так z y уберем за это ну-ка плоховато это все дело работает x y так g подставим если назад привяжем set origin 3d геометрия о не привязана до все крутится у нас все нормально теперь нужно подгадать будет вот эти значит зубы чуть-чуть так r уже не перекручивается сразу на будет перекрутить без привязки вот этой раз вроде бы зубы здесь видите попадают так чуть-чуть значит р с и вот теперь делаем значит копиротейшн выбираем нашу нижнюю вот эту штукенцу x y z вот чуть-чуть здесь наверно нужно какую-то вот эту деталь будет подальше отвести слишком близко она стоит поэтому зубы не попадают да вот теперь все это дело попадает все крутится все нормально так но повторюсь кадров 50 маловато ничего ну главное система рассмотрена да побольше кадров ставите побольше кручения ну и там все у вас получится так раз эта штука у нас тут теперь мы ее привяжем тоже с это ориджинг геометрии так это дело мы тогда тоже подгадаем отведем от намеченной значит модели и смотрите где у нее стоит пивот вот он и она к нему привязана будет крутиться значит не неправильно что делаем shift зажимаем и значит правая кнопка мыши выбираем центр плюс-минус да и вот теперь выбираем наш вот эту штуку и привязываем с это резин 3d геометрии вот теперь будет тут а ну-ка если к 3d массе ну пивот в принципе все нормально он будет крутиться тут а парадонте с это резин 3d курсор вон все привязали теперь выбираем нашего вот этого гражданина шестеренку находим copy rotation и теперь ставим копировать вот этот вот средний значит маховик это шестеренку опять же x y z ставим и все у нас тут повторяется все нормально нот есть дергание да нужно все это дело продлить больше сделать настроить возможно еще в граф эдитер а ну-ка чё у нас тут показывает так верхней мы не можем настраивать только нижнюю потому что мы ее настраивали как английская а вот это все можно тогда попробовать активировать английская а в вектор так автоматикал она по автоматику автоматикал у нас страдает значит вставим вектор так теперь выбираем ось z и у нас стоит циркл time генерация у нас все выворачивается это закрываем закрываем и по какой оси у нас тут все крутится смотрим ротация так z отбой по игреку он колзет значит так он колзет он колзет выбираем тогда игрек английская а так постойте это значит в вектор им генерация о но это слишком быстро как и тут у уменьшить уменьшить уменьшаем а ну-ка не это не она 0 это где тут замедление вот чуть-чуть замедляем 0 100 по нолям не крутится 0 100 и вот она уже нормально адекватно крутится так есть такое дело вот так все это дело работает значит смотрим еще один вариант как это все дело заставить можно то же самое сделать на кости ну я вот хотел бы сделать если вам надо будет переносить вот эти все детали то так timeline что мы делаем мы делаем shift а так сейчас я вам включу скрин каски и теперь нажимаем shift а сочетание клавиш арматуры сингл бон или выход находим арматуру сингл бон так теперь ставим ее в принципе не обязательно инфронт так тройка на нампаде делаем перекручиваем подгоняем просто где-нибудь ставим g и смотрите значит какая штука выбираем все наши вот эти детали так вот ручки ну полностью все да колесо площадка выбрана и заходим выбираем через shift косточку заходим посмотрим и убираем кости делаем контрол пи бон теперь если мы зайдем в уже дно то если у нас все правильно выбрана а все этом зайдем в посмотр то мы сможем выбрать косточку и все это дело переносить вот тут еще надо вселяете выбрать контрол z заходим в object mode так находим вот этот один штепсель так ну короче сделаем вот так вот раз все выберем раз мы косточку выбрали то через shift мы снимаем с него выделение а потом уже включаем значит выделение на нее впоследствии делаем контрол пи делаем бон заново все перешиваем заходим в object mode заходим просмот выбрав косточку и значит когда у нас все тут крутится видите g мы можем все это дело переносить с места на место уже с анимацией если это пригодится значит в процессе создания какого-то мультфильма то вот он такой вариант чтобы всю эту модельку переносить так теперь стоп контрол z контрол z контрол z ладно это все понятно да теперь я открою новый файл чтобы не заморачиваться чтобы вдруг что-то пойдет не так так вот у нас есть опять эта же модель делаем shift а добавляем и добавляем paint access делаем с можно сделать поменьше это у нас значит это вот такой вот крестик теперь находим где у нас находится ротация и ставим так по какой оси он будет крутиться проверяем проверяем так контрол z контрол z это будет по z по моему по z а ну-ка нет по y все контрол z по y нажимаем на ось y и пишем по-английски значит сначала у нас уходит решетка затем у нас пишем фрейм фрамы потом у нас у косина идет вот эта вот полоска такая значит уклон влево да и теперь что у нас получается ну ставим 40 и жмем enter сейчас я сделал скриншот и вам это дело выложу на экран и так вот вы сейчас видите на экране как вводить что вводить смотрим дальше вот вы видите что у нас теперь крутится с одной и той же скоростью все хорошо и делаем то же самое что мы делали с обычным кручением только теперь выбираем наше нижнее колесо находим constrain находим copy rotation ставим на нашу m так здесь у нас отключаем xz смотрим так колесо вот у нас крутится так ну немножко крутится хреново значит возвращаемся на первый кадр и что делаем нам нужно вот это колесо привязать правильно вот к этому центру значит мы его выбираем и пишем файл set курсор смотрим теперь вот теперь у нас все это дело нормально крутится теперь мы выбираем вот это колесико верхняя и значит будем делать constrain copy rotation нижний вот этой нижнего колеса x z теперь ставим можно так y не надо так то же самое у нас получается с этой фигней вот теперь нам нужно вот это вот колесо на первом кадре g выставить на место так тут теперь будет не попадать ну я уже показывал да чуть-чуть на бок будет отвести так почему так происходит потому что он так это мы уберем сейчас constrain и здесь привяжем его к 3d геометрии а ну-ка теперь мы пробуем сделать copy rotation опять же ставим на нижний этот наш колесику x y z все крутится но вот это колесико да теперь бы его подальше отвести чтобы зубья попадали о вот теперь зубья попадают чуть-чуть тут автор сделал видно ну все правильно все хорошо но чуть-чуть не попадает вот спасибо кстати за эту модельку которую я скачал на sketchfab надеюсь претензий автор мне не будет за нее предъявлять ну дюжи делать не хотелось тратить время так теперь значит set origin 3d геометрия так теперь что у нас получается опять же добавляем constrain copy rotation теперь среднее колесико вот это убираем и вот опять у нас тут что-то отскоки пошли файл файл set origin 3d геометрия ну-ка так сбилась у него вот опять вот эта ось так 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 отключим все это действие и поставим значит значит set origin 3d массы к массе привяжем а ну-ка попробуем заработает ротация опять же колесикл не ломает его а не к массе в принципе прокатило но вы видите где у нас гайка и где у него момент кручения это не есть хорошо нам нужен центр shift правая кнопка мыши выбираем центр по ручке и значит привязываемся это дело set к 3d курсору теперь выбираем его и значит copy rotation смотрим надеюсь будет все работать x y z все заработало нижний работает все поправлено все нормально так но теперь у нас вот этот чуть чуть не попадает да в принципе он попадает но как то значит это ну-ка matcap matcap тэн 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 где моя глина так вот чуть чуть значит да вот это дело нужно в боку так увести и чуть чуть ниже оп нет а ну-ка так чуть чуть назад и поймать вот эту вот часть значит ну здесь вот чуть чуть это маленькая значит не ахти попадает а ну-ка может и еще в бок ниже увести вот сюда может быть тут начнет попадать ну тут зубья вроде попадают а ну-ка если сделаете с может она слишком маленькая так раз ну тогда они ну почти попадает так а ну-ка чуть чуть еще в бок чуть чуть к верху и чуть чуть назад а ну-ка а вот здесь зубами чуть чуть с этим вентилем проблема он совсем другой и желательно значит хотя зубья попадают а вот это вот часть а ну-ка с мы не можем перекрутить нужно отключать вот эту нашу всю констраину так теперь мы ее просто подставим чуть чуть значит в бок в принципе она должна попадать а ну-ка R G вот так наверное так на первый кадр ставим и повторяем опять же копиротейшн на нашу вот эту балду ручка перекрутилась Y по Z по осям ее даем тройка на нампаде ну вот надо вот эту вот верхнюю как-то наверное ручку взять и поставить вот это колесо чтоб по диаметру попадало а так ну если сделать Чарли Чаплина там где он проскакивает там в принципе без разницы что они попадают по зубам не попадают вот если сдалека в принципе крутится в одну и ту же сторону а ну-ка может замедлить или ускорить да тут чуть не знаю может уменьшать еще больше как она будет зубы цеплять надо экспериментировать ладно не буду тратить время на эту маленькую деталь проще взять вот эту деталь добавить к ней ручку и подставить сюда чтобы они были идентичны вот эти шестерни тогда все будет попадать и вот у нас получается значит вот такая анимация то же самое выбираем вот эти все детали можно привязать а ну-ка если мы берем empty нет empty не привязана но можно выбрать вот так все детали и вот так вот выбрать empty сделать control p и object и тогда получается мы можем в принципе все поднимать вот эту empty она будет крутиться а нет тогда будет все крутиться вокруг нее ну тоже неплохо если что-то такое придумать значит это дело control z мы отменяем empty вязать нельзя просто она кружится вертится значит мы shift а создадим опять же арматуру single bone так тройка на нампаде сделаем g сделаем r сделаем s сделаем g теперь единица нампаде выберем все вот эти детали и в конце выберем через shift вот эту косточку и сделаем post mode привязку control p это будет bond теперь мы зайдем object mode выберем только косточку если нам понадобится вот это дело в анимацию и иметь возможность переносить то в принципе мы должны а ну-ка g да иметь эту возможность вот это все дело такое так ну вот такая информация если кому-то она пригодится то тогда уже ставьте лайк класс ссылку на на оригинальный ролик кину но там без комментариев он просто показывает щелк 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 вам вот так укороченный такой ускоренный ролик этот иностранный ну вот решил я его законспектировать все всем пока до свидания до свидания до свидания ну что нев а